Доброго ранку! Шуток, розыгрышей, юмором! Здравствуйте и одразу знакомьтесь! Это Виталий, он дивак, а Серж, добряк! Валя, великая дитина и Сашко, лучший! А также Стася, розбешака и Марго, гарминя! С понедельника по пятницу наша команда передачи «Разбудильник» с самого утра будет дарить вам массу хорошего настроения! А сегодня у нас самое веселое воскресенье! Стоп, 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 ребят! Ну это все хорошо, но у нас же сегодня новая утренняя студия! Так сказать, новоселье! А что принято в новоселье, так сказать, ну что должно быть? Кошка! Кошку надо пускать первой! Не переживай, Сережа, не переживайте, ребята, я уже обо всем позаботился! Виталик, вау, вау, вау! Кошка где? О, вот, как раз ее и заводят! Рита! Покойно! Мама дорогая, я не хочу умирать молодой! Спасибо, Виталик, тебе большое! Привет! Идем, моя хорошая! Эльза! О, браво! Эльзик, иди сюда! Иди ложись! Ложись! Кадрик, чтобы он выйдет! Удивление! Навыки, Сюнча, я здесь! Ребята, вы сюда к нам поближе, вы не стесняетесь! Нет, спасибо! Да, там, там спокойно! Как говорится в песне, так хочется жить! Скажите, а вот часто ли бывает такое, что вот такая вот кошечка первая заходит в новое жилище? А вот такое, так скажи, как говорится? Ну, вот такая лев первый раз, скажем, в жилище, а тигра мы уже возили. В Киеве открывался комплекс такой жилищный, скажем, для обеспеченных людей, и люди захотели, чтобы в этот жилищный комплекс зашел тигр, потому что комплекс достоин был. Большой и тигр большой. И мы пришли с тигром, нас сняли в телевидении. Откуда вы везли тигр? Отсюда идете? Мы находились на гастролях в городе Харькове, а все это происходило в Киеве, и мы приехали, буквально там полчасика это все мероприятие, опять вернулись в Харьков и дальше гастролировали. Скажите, вот такой вопрос. Вот у нас сегодня, я надеюсь, не последний день, у нас день премьер сегодня, 1 апреля. Скажите, а вот вы помните первую встречу с Эльзой? Хотелось бы и нам запомнить, конечно. Вот как вы первый раз с ней встретились, как вы поняли, что вот это именно то, что нужно? Тот, кто нужен. Она была очень маленькая, мы ее взяли с западной Украины, с Драгобычского зоопарка, и встреча с владельцем, скажем, была на окружной города Киева. Выглядело это вообще, как какой-то блокбастер, мы на стоянке заправочной станции встретились, я говорю, а где клетка? Это в легковой машине, он открывает багажник, она там по багажнику ходит. Я говорю, и как я, я привык, что это очень, ну, верю, серьезно. А как он размером с ее голову? Да, ну это был маленький такой котенок. Как ты маленький котенок, да. Но все равно, маленькие котята, они еще страшнее, потому что когти острее, зубы острее, и они капризнее, то есть они кусаются по любому поводу. Но это был такой зверь очаровательный, он сразу потянулся, она потянулась, как ребенок к матери. Я ее вот так взял и ехал чуть ли не за рулем вот так вместе с ней. У вас багажника не было? Когда приехал в Киевский цирк, Юля меня встречает, ну как? Я говорю, ну все, это ты сейчас просто умрешь. А сейчас вот какой характер у тебя вообще? Ой, характер. Поменялся, она папина дочка, вот, то есть изначально это было нормальное животное, сейчас вот, пожалуйста, это полностью похоже на твоего папу. Спокойно себя чувствует, потому что я здесь, я спокойно общаюсь, я не нервничаю, и она, и передается вот это мое настроение ей. Уже смотрю, ребят тоже настроение поднялось, уже дышат нормально, все хорошо. Вот скажите, вот в любой профессии есть какие-то профессиональные байки, может, анекдоты, у вас про львов что-то есть? Ой, полно баек, полно историй. Может, порадуете какой-то? Вы знаете, сейчас вот мы приехали в город Днепропетровск и произвели фурор своим рассказом. Приходили много журналистов, и их конкретно интересует одна история, вот мы расскажем для ваших... Love Story. Love Story, да, мы расскажем и вашим зрителям. У нас есть огромный лев, ну, на данный момент он уже большой, взрослый, вот, и есть тигрица, и у них любовь, причем любовь у льва... Влюбленность, да, у льва влюбленность к тигрице. Тигры, они как бы одиночные животные, а вот соплеменники нашей Эльзы, да, они живут прайдами, семьями, они социальные животные, поэтому у них есть такое, что они очень сильно привыкают. Вот, допустим, Эльза, она привязалась к Николаю. Так как дельфин русалку полюбил. Да, да, а вот у нас лев полюбил тигрицу, она не отвечает ему абсолютно взаимностью, но если надо спрятаться, она обязательно этим воспользуется, за него спрячется, и он даже в фонтан с водой бросился за ней поплавать, хотя они очень не любят воду. Вот, мамина дочь, если... Вот, по-моему, Эльза заметила, что вы о любви говорите. И проявляет в полной мере. Свою любовь к нам. А вот скажите, ну, а в чем конкретно проявляется эта любовь? Ну, просто интересно. Нет, это видно, это любовь человека и животного. А вот между львом и тигрицей? Он все время ее защищает, и проявилось в том, что даже он бросился в воду, хотя это категорически, они не любят воды, тигры плавают, они любят кушать рыбу, а львы, даже вот брызнешь, ему очень не нравится. И вот настолько... Даже в цирке вы видели, что... Поплыл по фонтану за ней, она вылезла и убежала, а мы его еще полчаса не могли оттуда вымешиваться. Следующий подвиг, да, лев-герой. Да, то есть для льва это был подвиг, воина любви. Видели, что в цирке бронз бойт против львов, когда работают львы, и вот это работает, потому что львы не любят воды. Тигры, тигров этим не испугать, их только можно испугать, сбив сильным напором. А львов хватает там... А львов хватает там... Да, именно вода, они как бы приводятся в чувство. Ну вот, а скажите, где еще, кроме нашей студии, конечно, сегодня, можно увидеть Эльзочку, вот вашу? Приходите к нам в цирк? В цирк, приходите к нам, у нас огромная программа, называется «Просто супер», и она... И соответствует названию на самом деле. То есть у нас осталась всего одна неделька, и дальше мы едем... Стоит, стоит, стоит. Мы дальше едем в город Донецк, нас уже пригласили, ждут с нетерпением, уже реклама висит, поэтому... Поторопитесь, да. Потом приходите, мы будем рады видеть, да, на самом деле увидите Эльзочку. И кроме Эльзочки, у нас еще 15 таких животных, огромных, львы, тигры, у нас даже тигры разделяются, есть тигры уссурийские, есть тигры бенгальские, львы, львицы, то есть... Влюбленная пара, да. Влюбленная пара, они сидят рядом, да, в кривоблимку. Смотрите, а как называется вот ваша программа, и вот, как думаете, 1 апреля, вот, ну, наверное, это будет хорошее приключение, да, вот, 1 апреля сходить с семьей может быть замечательно. И как называется программа, скажите, телевизором? Просто супер! Просто супер! Просто супер программа! Просто супер, да. Приходите, очень хороший клоун у нас, Женя Чепченко, он вас порадует, потому что, ну, как бы заслуженные артисты России, и на самом деле в восторге все зрители, которые были, клоун очень хороший. А расскажите, а как... Немаловажно для цирковой программы. Эльза, ну, люди это понятно, а вот как животные, любят они публику, любят они гастроли, концерты? Да, да, и все индивидуально, допустим, есть такие животные у нас, которые артисты, и они эту марку держат, и я не знаю, как они себе это придумывают, и, то есть, они на публике ведут себя, они держат марку, они по-другому. На репетиции он совсем так себе вышел, просто там раз-раз, ну, когда артисты, выходит, показывает, оборачивается к зрителю, позирует. Классов точно так же. Да. Николай, кстати. Может быть, вы тогда поведаете, вот, Николай, какое у вас любимое животное? У нас два скотч-терьера, один классический черный мальчик и девочка тоже, скотч-терьер пшеничный, это когда мы выходим на прогулку, никто равнодушный, это каждая прогулка, это какое-то приключение, с кем-то познакомишься, потому что люди подходят, и это что-то, кто здесь мальчик, кто девочка, всегда люди остаются неравнодушными. Ну, еще такой маленький вопрос, не ревнует ли вот к запаху других животных, вот Эльза в частности, вот, к работе не мешает. Вот, она ревнует Николая ко мне, да, если я там к нему, она обязательно где-то между нами сунется. И это ревность не как мужчине, а как, ну, такая, партнерская ревность, скажем. Ты большая, и крупная, и тяжелая девочка, ты же уже выросла, уже бутылочку тебе не дашь, да, большая. А можно мне мясо, я просто так давно не ел. Ты же б не перехватила на ходу. Нет, сейчас пост, извините, до Пасхи нельзя. Ну, собственно говоря, я вам хочу сказать так, утро будет добрым. Очень добрым, если оно не закончится сейчас. А днем все в цирк. Да, все в цирк, потому что там вы увидите, помимо Эльзы, очень много замечательных животных, с шикарными талантами, которые вас непременно порадуют, очень сильно удивят. Да, приходите, потому что цирк просто супер, а утро действительно будет добрым, давайте так скажем. Особенно с Эльзой. А Сергей так говорит, как будто бы рычет, не знаю. Ну что ж, давайте проводим наших гостей и, ну, и сделаем фото на память. Сделаем фото на память. Фух! И фото на память вот мужчине. Эльза уже вылазит позировать. Да, ну что ж, давайте, ребят, не бойтесь, подходите. Я сейчас положу право, девочка, а вы ко мне вот сюда вот так вот. А она ревнует, помните? Да. То, что я микрофон. Так, девочки, вас не жалко, вас много. Давайте сюда. Давайте сюда, обходите, обходите. Я не то, что подожду. Я вот присадываюсь. Давай. Да и мясо присадываюсь. Чего, я кисть. Лита, попроси погладить. Пошли. Эльза, вот смотри. Она не увидела. Ну что ж, вот фото на память, давайте. Можно фото сделать? Да, нам. Очень хотелось бы, чтобы... Это было великолепно, спасибо за то, что привели к нам такую гости. Спасибо, что пригласили. Приглашайте еще прием. Рады приедет, приезжайте к нам еще. Придем в следующий раз с тигром. Ну а Виталик, собственно, уходи вместе с вами. Конечно, провожу. Потому что Виталика очень... Виталика очень важная миссия на сегодняшний день. Пойти в Днепропетровск, пообщаться с Днепропетровщанами, узнать, как они разыгрывают сегодня на 1 апреля своих близких, родственников. А может быть и незнакомых людей. А может и незнакомых людей. А может и не разыгрывают. Вот сейчас мы и узнаем. Пойдемте, ребята, проводим наши гостики. Ну что, Эльзичка, пока. Машем тебя ручками. Все целыми невредимыми. Видите, как когда в руках... Спасибо, Николай. Юлия. Всего доброго. Вот так вот. В руках опытного мастера можно приручить даже льва. Да. Редактор субтитров А.Семкин